15 лет на первом месте, но стоит ли гордиться первенством? Речь о раке молочной железы. Это заболевание, которое ежегодно уносит жизни 1200 казахстанских женщин. И число заболевших постоянно растет. За последний год врачи выявили на 70 больных больше, чем годом ранее. Хайнисе Мустафиной выявить рак помог дождь. В прошлом году она промокла до нитки и нашла на груди небольшое уплотнение. Оказалось, что холодный дождь вызвал воспаление тканей вокруг раковой опухоли, только поэтому она стала заметна. При этом была уже вторая стадия. Женщина была в шоке. Она следит за своим здоровьем и маммографию пропустила единственный раз из-за пандемии. Мы все боимся этого слова «рак». И, конечно же, я испугалась и сразу побежала к врачу. Вот и повезло, конечно, это Бог так сделал, чтобы я промокла под дождем. И это обнаружилось. А кто знает, некоторые вот со мной лежали женщины, которые вот третья степень, четвертая даже доходила, они даже, ну как, не чувствовали или что, я не знаю. После первого курса химиотерапии опухоль у Хайнисера сосалась, но по совету врачей она продолжает полный курс лечения. Говорит, готова лишиться обеих груди, лишь бы быть живой. Но, по словам врачей, многих женщин останавливает именно эта операция, поэтому тянут с обращением к онкологу, даже если опухоль подтвердилась. Рак молочной железы стоит на первом месте по числу заболевших среди женщин и на втором среди всех видов рака. Каждый день от него умирают три казахстанки, а ежегодно в стране выявляют около пяти тысяч новых случаев. По словам врачей, каждый год в Карагандинской области выявляли около 450 новых случаев рака груди, но за последний год их стало на 70 больше. Помог скрининг. Благодаря ему много случаев выявили на ранних стадиях. Раннее начало менструации, позднее наступление менопаузы. То есть длительный репродуктивный период может способствовать возникновению рака молочной железы. Это частые прерывания беременности, аборты. Это некормление грудью. То есть молочная железа должна выполнять свои функции. Заболевания, такие как, допустим, недостаточная функция щитовидной железы. Сахарный диабет, ожирение, длительные мастоподии, гипертонии тоже могут влиять на образование опухоли. В отличие от онкологических заболеваний внутренних органов, у рака молочной железы третья стадия уже считается запущенной. Врачи успокаивают, что даже после удаления груди можно провести ее реконструкцию. И просят не пропускать скрининги и самостоятельно обследовать молочные железы каждый месяц. Рак молочной железы – это не приговор. Самое главное.